Всем привет! С вами Балканский Бомж и я вещаю, как обычно, из лучшего города Мексики, переграничной Тихуаны. Давайте сегодня поговорим на такую важную тему, как покупка авиабилетов. Причем не просто покупка, но еще и поиск авиабилетов и как лучше сюда заехать. Да, у меня уже был ролик, как лучше заехать в Мексику, чтобы вас точно пустили, чтобы вам поставили много дней въезда, не задавали лишних вопросов. Его можете увидеть по ссылочке в описании. Но это для тех, у кого уже есть какие-то средства. Если же вы пытаетесь максимально сэкономить, конечно, этот вариант может для вас быть не вполне подходящим, так как полететь через Мексику куда-то, потом возвращаться через некоторое время и так далее и тому подобное, это все-таки затраты. Многие люди делают так. Они покупают в Канкун, едут туда на неделю, на 10 дней, на 2 недели. И вместо того, чтобы лететь домой, через 2-3 дня они летят в Тихуану. И стараются за оставшиеся там у них неделю-две этого въезда в Мексику, разрешенного им, уехать в Штаты. У многих это не получается, у многих это занимает месяц, два и так далее. И получаются не очень хорошие ситуации, когда наши соотечественники просрачивают свое пребывание в Мексике и после первой же проверки документов отправляются в миграционную тюрьму. Мы же, конечно, с вами постараемся этого избежать. Ну и плюс этот вариант, он не вполне дешевый. Все-таки тур в Канкун это... Ну да, билет туда вам все равно покупать, но покупая тур, вы же покупаете еще и билет обратно и оплачиваете отель в Канкуне. Так что вариант не дешевый. Давайте сегодня рассмотрим, на мой взгляд, самый бюджетный вариант. Если у вас нет шенгенской визы, американской визы, британской, какой-либо еще хорошей визы. Если вы не готовы тратить лишний там условно месяц и ехать по моему варианту, который я разместил в описании. И если у вас не хватает денег на то, чтобы купить привычный тур, а ехать с туром на три дня, например, получать эти три дня въезда, а потом просрачивать срок пребывания, ну это как-то довольно-таки опасное занятие, согласитесь. Перейдем к поиску авиабилетов. Идем на авиасоюз для поиска билетов, ссылочка будет в описании. Смотрим билеты из Москвы в Мехико сначала, так как оттуда удобнее добираться до Тихуаны. Ну и пусть нам надо на начало марта, например, на первую неделю, плюс-минус. Смотрим без пересадок с визой, потому что иначе нам будет показывать билеты через штаты. И вот по датам он нам показывает, в какой день приблизительно, сколько могут стоить билеты. Мы видим 8 марта, достаточно дешевые. Давайте посмотрим на этот день. Ждем, пока загрузится. Сначала нам показывает 67 тысяч, но не пугаемся. После дальнейшего поиска 43 тысячи 164 рубля. Вот это уже значительно заманчивее. Хотя это только до Мехико. Как мы видим, это билет Аэрофлот Москва-Канкун. Пересадка и Аэромексика-Канкун-Мехико. 43 тысячи 164 рубля. Давайте запомним эту цифру. Пересадка в Канкуне короткая. Можно там остаться, можно дальше полететь. Это в принципе не столь важно для нас. Для нас важно недорого добраться. Давайте проверим Москва-Канкун. Так, нам показывает, что 5 марта. Возможно, будет билет дешевле. Что ж, давайте это проверим. Обратный нам не нужен. Снова без пересадок с визой. Сначала показывает 67 тысяч. Это, конечно, очень дорого. Вот вариант за 55, что тоже так себе. С учетом того, что, как видите, мы можем купить билет до Мехико сразу за 43. А это 12 с лишним тысяч рублей. Довольно большая разница. Долларов так 160-170. Что ж, значит, Москва-Канкун на 5 марта нам не подходит. Ну-ка, Москва-Мехико на ту же дату. Давайте проверим. 67 тысяч. Ой, нет, это совсем дорого. Давайте вернемся к дате, понравившейся нам, к 8 марта. Международному женскому дню. Все так же 43 тысячи 164 рубля. Осталось 7 билетов по этой цене. Значит, ваши родственники, ваша семья тоже смогут пролететь с вами, заплатив за билет столько же. Внимательно смотрите на это поле, так как иногда, может быть, один или два билета только остаться по этой цене. В таком случае билет лучше взять срочно. Либо, если вы с семьей, то, может быть, стоит пересмотреть свое решение, так как следующие могут казаться сильно дороже. Давайте посмотрим теперь из Стамбуа в Мехико. Почему из Стамбуа в Мехико? Это тоже хороший вариант. Вы всегда можете улететь из Москвы, Киева, Ташкента или Астаны в Стамбул за недорого. Из Стамбуа часто есть хорошие варианты по всему миру. Часто они недорогие, прямые. Вот, например, на 9 марта нам показывает, что может быть достаточно дешевый билет. Что ж, давайте это проверим. 66 тысяч, 52 тысяч. Это много. Вот 37 тысяч. Это гораздо приятнее, но пересадка в Амстердаме. Как бы это подходит не всем. Это нам может не подойти. Давайте проверим 8 число. Там были хорошие цены на билеты из Москвы. Возможно, в Международный женский день люди хотят сидеть дома, не хотят никуда лететь. 37 тысяч 120, но снова пересадка в Амстердаме. Да, давайте попробуем третье или четвертое число. Ага, шестое. Обратный билет нам, опять же, не нужен. Очень странный вариант. Так, 64 тысячи. Дорого, 45 тысяч. Это все дорого. Значит, нам не надо. Идем на Google Flights. Это очень удобный сервис. Причем не столько для покупки авиабилетов, сколько я вам рекомендую использовать его для поиска, куда можно улететь. Смотрите, мы ставим нужный месяц. И смотрим, куда можно улететь из Мехико в апреле. По всем направлениям сразу. Давайте поставим валюту рубли, чтобы было проще и понятнее. И смотрим, куда можно улететь. Унос Анжелес за 9500. Ну, это нам не вполне подходит, если американской визы нет. Давайте посмотрим в Центральную Америку, чтобы показать мексиканским властям, что вы не собираетесь оставаться в Мексике, не собираетесь никуда переходить, а продолжите свое путешествие, чтобы вам поставили побольше. Вот есть Сан-Сальвадор за 6 с чем-то тысяч рублей, Глутемала за 7 с небольшим. Это хорошие варианты, но, конечно, хотелось бы дешевле. Вот Картахена за тоже 7 с небольшим. Медрин в Колумбии за 6500 рублей и Богата. Давайте посмотрим на май. Плюс, если мы так поставим, мы сможем попросить въезда на большее количество дней в Мексику. Это довольно важно. Чем больше дней у нас есть в запасе, тем меньше вы можете спешить, тем меньше вы можете волноваться. Ну, как бы, всегда лучше не волноваться. Так, Глутемала и Сан-Сальвадор стоят примерно столько же. Давайте посмотрим билеты из Канкуна. В Канкуне тоже крупный аэропорт, очень много авиарейсов, и порой оттуда билеты бывают дешевле. Так, Глутемала, снова 6 с чем-то тысяч рублей. Сан-Сальвадор 6 с чем-то. Панама 10 тысяч, а вот Богата меньше 6 тысяч, уже немножко дешевле. Мы видим Медрин в пределах 5000 рублей. 49 тысяч, ой, извиняюсь, 4900. Вот это уже очень хорошо. Это уже дешевле, чем было. Так, давайте посмотрим, на какую дату он нам прилагает. Среда, 4 мая. Идем назад на авиасейлс. Что ж, выбираем среду, 4 мая. И смотрим, сколько авиасейлс покажет нам. Обратный билет, как обычно, не нужен. 5500, 4900. Вот это уже лучше. 4906 рублей. Вот, это уже не 6000, не 7000. Потому что мы можем приобрести этот билет. И с помощью этого показать, что мы не остаемся в Мексике. Что мы приличные туристы. Плюс мы попросим въезда 4 мая. То есть, практически на 2 месяца. Значит, у нас будет время, чтобы, скажем так, заняться своими делами. У каждого они свои. У кого-то поездить по Мексике. У кого-то поехать в Тихуану. И так далее. Давайте посмотрим из Мехико. В Тихуану сколько стоят билеты. Посмотрим мы их, конечно, на март. Если мы 8-го собираемся улетать из Москвы. То вот, давайте, например, 10-е число. Обратный нам, как обычно, билет не нужен. 3935 рублей. Но, о, даже 3068. Это уже классная цена. Но, видите, билет прямой. Но в то же время он прилетает поздно ночью. В Тихуане достаточно небюджетные отели. Плюс ночью там нет автобусов из аэропорта. Придется брать такси. Ночью оно стоит где-то 20-25 долларов. Если вы прилетаете вечерним рейсом. Так что, тоже не забудьте про это. Давайте посмотрим на 9 марта. Может быть, цены будут несколько другие. Так, 300. Я бы вообще рекомендовал полететь утром. Но тут уже кому как удобнее. 11-е, давайте проверим. 339. Нет, как-то дороговато. О, вот, кстати, утренний рейс за 3-886. Это тоже очень хорошо. Я вам советую из Мехико лететь по утренним рейсам. Не лететь вечерним. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Оставляйте ваши комментарии. Всем пока.